Всем привет, с вами Миша и вы на канале Криптодиллерс. Биткоин летит вверх или летит вниз? 5к или 20к? Какой курс ждать к 2018 году? Криптовалюта Dash намерена забрать первенство у биткоина к 2018 году. Yoda начала сотрудничать с Microsoft и Fujitsu для запуска первого рынка данных для интернета вещей. Суд США обязал биржу Coinbase предоставить правительству данные о доходах своих пользователей. Финансовые регуляторы Украины больше не считают криптовалюту денежным суррогатом. Ну что, друзья, как вам качели на этой неделе? Биток прокатил до отметки в 11к, потом с ветерком пошел вниз, потом опять вверх. Этот движ похож на американские горки. Вы не находите? Твиттер вскипает жалобами на бирже, трейдеры плачут, а маркетмейкеры посмеиваются, никого не щадя. С одной стороны, появилась экспертная версия, что биток просядет до 5к. Вот как она звучит. Необходимо учесть, что у биткоина нет поддержек до уровня 8200 долларов. Поэтому быстрое падение к этой отметке станет вполне закономерным сценарием после столь стремительного взлета. Дальнейшая поддержка 7700, 7,6700. Нельзя исключать возможности достижения уровня 5000, с которого стартовал текущий цикл. С другой стороны, большие игроки потирают руки в ожидании отметки в 15к, а в дальнейшем и в 20к. Вот мнение одного знаменитого инвестора Ронни Моас. Ноябрь был напряженной неделей для Ронни Моаса, который 4 ноября предсказал, что к началу 2018 года биткоин достигнет 11 тысяч долларов. Как только эта цель была достигнута, он скорректировал свой прогноз до 15. Когда Моас делает прогноз, он включает в свое понятие биткоин и биткоин и биткоин кэш и биткоин голд. Таким образом, когда инвестор делал свой прогноз о 14 тысяч долларах, цена на биткоин, включая все форки, составляла 12 740 долларов. И новое предсказание оказалось опять слишком близким. Теперь Моас ожидает роста до 20 тысяч баксов за биткоин до начала следующего года. Учитывая, как часто Моас меняет прогнозы и то, что впереди еще целый месяц, 20 тысяч долларов не кажутся такой уж недостижимой отметкой. Ну а пока ситуация доводит хомяков до слез, которые успели прикупить крипты на пике и слить ее на коротком падении вниз, кто-то мыслит более долгосрочно. NASDAQ планирует запустить фьючерсы на биткоин уже в июле 2018 года. Как отмечает Wall Street Journal, NASDAQ последует примеру двух чикагских бирж SME Group, SME Group и SBOE, которые уже объявили о планах по запуску производных инструментов на биткоин. Хотя американские регуляторы еще не вынесли окончательный вердикт, вероятность внедрения таких фьючерсов растет вместе с количеством бирж, желающих работать с криптовалютами. А чикагская биржа SME Group уже даже назвала дату запуска торгов фьючерсами на индекс биткоин. Как говорится в заявлении биржи, произойдет это в понедельник 18 декабря 2017 года после успешной самосертификации листинга. «Мы рады предложить рынку фьючерсы на биткоин и тесно работаем с комиссией по срочной биржевой торговле и участниками рынка с целью создания регулируемого предложения, которое даст инвесторам прозрачность, открытые цены и переуступку риска», — говорится в заявлении SEO SME Group Terry Duffy. А вот еще в сети появилась утка о том, что Банк России запретил торговлю фьючерсами на биток. Оказывается, московская биржа даже думать не думала о таких шагах и никаких заявок не подавала. Накануне ТАСС со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Центробанк якобы отказал московской бирже запустить торги фьючерсами на биткоин. «Мы не обращались в Банк России за регистрацией спецификации фьючерса на криптовалюту, поэтому говорить об отказе в такой регистрации неуместно. Мы понимаем, что Банк России обеспокоен отсутствием законодательной базы, регулирующей обращение криптоактивов и необходимостью защиты интересов инвесторов», — заявили в московской бирже. Если честно, у крипты немало хейтеров со стороны старой школы. Вот, например, бывший главный экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц убежден, что рано или поздно биток должен быть объявлен вне закона. Об этом он заявил в интервью Bloomberg Television. «Биткоин набрал такую популярность исключительно благодаря потенциалу для обхода законов и отсутствию надзора. Мне кажется, он должен быть объявлен вне закона. У него нет никаких социально полезных функций», — считает Стиглиц. Кстати, пока весь рынок летел вниз, Dash спокойно набирал обороты. А недавно в их твиттере мы прочитали о том, что они собираются сбросить биткоин с трона уже в следующем году. Следует заметить, что за последние 48 часов цена Dash увеличилась более чем на 20%. Однако нельзя с уверенностью говорить о том, что Dash сможет занять трон самой популярной криптовалюты в мире. Конечно, амбициозные проекты — это всегда хорошо. Однако сможет ли реализовываться столь смелое заявление на практике, покажет только время. Серьезная такая заявка, я вам скажу. Напишите мне в своих комментариях, как вы считаете, сможет ли Dash свергнуть биткоин с Олимпа. Йода начала сотрудничество с Microsoft, Fujitsu и еще 20 конторами для запуска первого общедоступного рынка данных для интернета вещей. Инициатива, которая позволит заинтересованным сторонам делиться и производить монетизацию своих данных безопасным способом, призвана продемонстрировать стартовую концепцию для рынка данных, защищенную от несанкционированного доступа. После загрузки в децентрализованный регистр IOTA все данные распространяются на многочисленные узлы, чтобы обеспечить полную стабильность и безопасность. IOTA выделяется среди прочих своим уникальным блокчейном, который, кстати, не блокчейн вовсе, скорее это блокчейн 2.0, но это уже другая история. А вот платформа Smart Hold'em разработала уникальный блокчейн под основные требования покеррумов, гейблинг-сегмента, разработчиков компьютерных игр и приложений. Парни считают, что их движуха является универсальным решением как для финансового сектора, так и для общего применения. Возможности блокчейн Smart Hold'em предоставляют решения, отсутствующие в большинстве блокчейнов. Платформа защищена надежным распределенным реестром, технологиями шифрования и верификации данных без раскрытия личности. Новый уровень в развитии криптоиндустрии. Уникальные функции нового блокчейн. Блокчейн Smart Hold'em активно разрабатывается с приоритетом конфиденциальности, высокой скорости, безопасности и подлинной децентрализации. Основные характеристики блокчейн. Всего монет – 240 миллионов. Отсутствие эмиссии. Время генерации блока – всего 5 секунд. Алгоритм добычи – Second Level DPS. 2018 год еще не начался, а пророчество уже начинает сбываться. По всему миру правительство тотально начинает контролировать рынок криптовалют. Суд обязал криптобиржу Coinbase предоставить налоговой США данные 14 тысяч пользователей. Суд обязал криптовалютную биржу Coinbase предоставить налоговому управлению США данные о неотчитавшихся о своих доходах пользователях, сумма транзакций которых составила более 20 тысяч долларов в 2013-2015 годах. В список данных, которые должен предоставить криптопроект входят имена, адреса, даты рождения, номер удостоверения личности и информация об учетных записях, через которые проводились средства пользователей. Похожая история с контролем начинается и в Южной Корее. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи FST завершает подготовку предложений по регулированию бирж криптовалют. Согласно новому законодательству, операции, происходящие на биржах криптовалют, в том числе на BitHub, CoinOn и Corbett, могут быть квалифицированы как самовольное привлечение финансирования. В настоящее время деятельность бирж криптовалют регулируется в соответствии с положениями закона о защите прав потребителей и закона об электронных коммерческих транзакциях. Друзья, с 30 ноября криптовалюта в Украине уже не денежный суррогат. Финансовые регуляторы страны поддержали необходимость регулирования крипты. Но шо с этим делать, так и не определились. Они говорят, что криптовалюта уже не суррогат, но еще и не деньги. Как определить эту штуку, они еще решают. Если хотите пользоваться криптой, то пользуйтесь, но на свой страх и риск. С любовью, ваше правительство. Собственно, так и поступила украинская сеть ресторанов Pesto. Целых 9 ресторанов начали принимать Bitcoin, Litecoin, Dash и Waves. Посетители 9 ресторанов в сети Pesto Cafe и ресторана Mr. Twister могут рассчитаться биткоином, Litecoin, Dash или Waves, сообщает официальный блок компании Decentr. Оплата счета происходит посредством считывания QR-кода на чеке. Посредником в приеме оплаты выступает компания Crypto Group, которая получает криптовалюту и переводит на банковский счет ресторана фиатные деньги. Вот такие дела, ребятки. Ты глядишь, и криптобанкоматы будут стоять на каждом шагу. А это уже скоро, так как многопрофильные криптокомпании рассматривают рынок СНГ как сильного партнера. Вот, например, контора Cointet, про которую мы скоро выложим обзор, является ярким тому примером. Они ставят банкоматы, майнинговые мощности и еще всякую всячину. Команда Cointet вдохновлена тем, что является примером инноваций, чтобы гарантировать своим клиентам наилучший сервис. Все их оборудование и программное обеспечение для майнинга выполнено на заказ. Компания уже предварительно заказала 125 тысяч графических процессоров на заказ в сотрудничестве с NVIDIA и Zotac, которые специально предназначены для помещений Cointet. Из них 18 тысяч уже собраны в 2000 буровые установки и полностью работоспособны. Собственно, компания Kuna уже работает над тем, чтобы в Украине стояли удобные криптоматы. Основатель компании Михаил Чибанян рассказал о новой разработке и показал, как это работает. Всем привет! 29 ноября 2017 года. Киев, Blockchain Hub. С вами Михаил Чибанян, основатель Куны биржи и агентства одноименного. И сегодня я подготовил небольшое видео о нашем продукте Криптомат. Долго ждали это видео, вот теперь проговорим. Немного вернемся в историю, как все начиналось, и вы поймете, к чему мы идем и что у нас в итоге будет. Это Криптомат первого поколения, который мы показали еще в мае 2017 года на конференции. Как помните, вы его там могли поклацать, купить биткоин и так далее. Значит, какая была с ним проблема? Первая – софт. Вторая – очень много вопросов было, где здесь курс увидеть и так далее. Поэтому буквально в течение месяца-двух мы его чуть-чуть переработали и появилась вторая версия Криптомата. Помимо того, что появился экран, мы еще чуть-чуть доработали купюроприемник. И в принципе все. И оптимизировали немного настройки камеры. Появилась вторая версия. Теперь мы уже видим курс, мы видим графики. У нас есть информация конкретно, что нужно нажимать, чтобы купить биткоин. Это очень важно для новичков. Если у вас нет кошелька, опять-таки здесь есть линки на кошелек Копей, который можно сразу же скачать и купить биткоина. Сюда уже мы залили вторую версию софта. И версия номер три. Они технически абсолютно одинаковые. Разница только в формате, внешнем виде. Предлагать мы будем вот эти два варианта. То есть на выбор, какой хотите, такой устанавливаете. Концептуально разницы в них нет. Дорабатываться будет еще интерфейс софта. Это сейчас мы именно все силы бросили на это. То есть появится у нас здесь и график, и курсы, и так далее. То есть в принципе дублирующий экран может быть не настолько уже будет и важен. Но опять-таки нужно это определять на следующих этапах. Либо бета-тестах, либо уже на живых тестах и так далее. Как работает криптомат версии 2.0? В принципе ничем не отличается. Давайте посмотрим. Вот заодно мы с вами тестируем новое оборудование в нашем хабе. Подходим к криптомату. Представим, что я уже более опытный пользователь. У меня уже есть кошелек. Я запускаю свой кошелек. Нажимаю биткоин. Пока что здесь только биткоин. Скоро добавим все валюты, которые есть на бирже Куна. И дальше будем добавлять новые монеты. В планах у нас там и Бонеро, и Лайткоин, и Дэш, и даже Карбони. Полностью посмотреть презентацию криптомата вы можете, пройдя по ссылке под этим видео. Погнали дальше. Я думала, что мы вам рассказали про все яркие события декабря. А нет, пропустили блокчейн Конференц Киев. Шестая международная блокчейн Конференц Киев состоится 15 декабря 2017 года в БЦ Парус. В этом году организаторы обновили формат традиционного мероприятия, который позволит осветить и обсудить еще больше горячих тем и эксклюзивных инсайтов блокчейн мира. В 2017 году конференция побьет все рекорды. В мероприятии примут участие более 30 спикеров и 1000 участников со всего мира. К гостей ожидают три отдельных зоны с презентациями и воркшопами для специалистов, разработчиков, а также всех тех, кто хочет узнать и разобраться в теме криптовалют и технологии децентрализованной передачи данных. А вот еще что. Друзья, я хотела вам сказать большое спасибо за то, что вы с нами. Мы постоянно работаем над улучшениями нашего канала. И скоро вы увидите две новеньких и очень полезные передачи. А сейчас я хочу попросить вас, чтобы вы помогли стать каналу CryptoDealers немножечко лучше. Нас номинировали на премию BTC Awards Kiss как лучшая медиа. Голосование будет честное и прозрачное, так как оно будет проводиться на блокчейне. И если вы считаете, что это правда и мы действительно лучшая медиа, то тогда голосуйте за наш канал, перейдя по ссылке под этим видео. И закончим сегодняшний выпуск на оптимистической нотке. Один парень из Штатов изобрел, наверное, самый экономический способ майнинга. Недавно хитрый американец, который рассказал о своем изобретении в закрытой группе Tesla Owners Worldwide на Facebook. В группе обсуждали последний взлет цены биткоин. И кто-то в шутку предположил, что может иметь смысл майнить криптовалюту, подключившись к розетке на заправке Tesla. Как известно, компания предлагает покупателям своих электромобилей бесплатно подзаряжаться на фирменных станциях зарядки. Но оказалось, что шутка одного человека вовсе не является шуткой для другого. Еще один автолюбитель ответил ему, опубликовав фотографию своей майнерской мини-фермы в багажнике автомобиля. Ну а на сегодня все. Кто не подписался на наш канал, срочно подписываемся, ставим лайки, жмем на колокольчик, потом опять ставим лайки и только тогда с вами прибудет блокчейн. С вами была Миша, всем пока.